ПЕСНЯ Этот портрет Анны Ахматовой художник Кузьма Петров-Воткин напишет в 1922 году. Анна Андреевна Ахматова. Русский поэт, писатель, литературовед, литературный критик, переводчик, один из известнейших русских поэтов XX века. С 1910 по 1918 состояла в браке с Николаем Гумилевым, поэтом Плеяды Серебряного века, путешественником и офицером, награжденным за храбрость двумя Георгиевскими крестами. В октябре 1912 у них родился сын Лев. Портрет поэтессы, написанный Петровым-Воткиным, будет резко отличаться от ранее созданных ее портретов Натана Альтмана и Юрия Аненкова. В прекрасном альтмановском портрете Ахматова блистательно и по-светски экстравагантна. Ее образ отражает символику стихов сборника Четки. В портрете, созданном в 1921 году Юрием Аненковым, образ Ахматовой более графичен, но она также царственно красива. Вот только судьба поэтессы сложится совсем не так, как представляли ее эти художники. Именно в тот день, когда меня нарисовал Юрий Аненков, будет вспоминать Ахматова, я в доме Мурузи последний раз видела Гумилева. В августе 1921 года Николай Гумилев будет обвинен в сфабрикованном заговоре и расстрелян. Петров-Воткин напишет портрет Анны Ахматовой уже в 1922 году. Поэтесса написана строго в фаз, аскетично, напоминая собой иконописный лик, проступающая из синевы фона черты юной девы, потупившей глаза и как будто прислушивающейся к голосу поэтессы – это ее муза. Петров-Воткин словно предсказал в своей картине создание Ахматовой «Поэмы без героя» и «Реквиема». В 1924 году Ахматова воплотит в стихах образ этой музы. «И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня, ей говорю, тыль данту диктовала страницы ада, отвечает, я, муза, диктующая страницы ада». И уже видится скорбный путь по его кругам. В 1935-м будет арестован сын. Потом его отпустят и снова арестуют, и снова отпустят, а в 1946-м осудят на 10 лет. Ахматова будет стоять в бесконечных очередях среди заплаканных матерей и жен. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом. «А это вы можете описать?» И я сказала. «Могу». Тогда что-то вроде улыбки скользнуло потому, что некогда было ее лицом. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. В 1956-м году сын будет реабилитирован. Он вернется в день рождения отца Николая Гумилева после 8 лет каторги. Анна Ахматова умрет в 1966-м году. «Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл. Я была тогда с моим народом, там, где мой народ к несчастью был». Ахматову отпоют в Никольском морском соборе. И после этого прихожане обратят внимание на икону святой пророчицы Анны, около которой так часто она молилась. Особенно ничем не примечательная ранее, икона изменит свой вид, словно иконописец запечатлел на ней лик Анны Ахматовой. «Мне голос был, он звал утешно, он говорил, иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова